Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Круглых, с вами канал Философское Мнение, и я очень боюсь, что меня начали окружать одни некрофилы. Вот у Эриха Фрома было такое понятие, он вообще делил людей на биофилов и некрофилов, да, то есть это не просто люди, которые любят трупы, а это понятие более такое, знаете, широкое, концептуальное, философское, это люди, которые любят деструкцию, то есть люди, которым нравится что-то уничтожать, ломать, они из этого, от этого получают определенный кайф. Единственное, что в этом мире они могут производить, это насилие. И вот что-то я так присматриваюсь, то ли по причинам того, что всякий интернет открыл вот этот портал людей, которых очень много, они начинают высказывать свои мнения, и от этого действительно становится тоже очень страшным, потому что большинство людей готовы начать решать многие вопросы силовыми решениями. Это на самом деле очень плохо. На самом деле Эрик Фром говорил о том, что, конечно же, есть и биофилы, да, то есть те, кто любит жизнь, которые создают. Но что-то как-то некрофилов, как мне кажется, напишите мне в комментариях, пожалуйста, если вы чувствуете, что это не так, и в вашем окружении больше биофилов, да, то есть тех, кто любит жизнь. Вот давайте разбираться, кто же такие некрофилы. Некрофилы, по большому счету, да, это те, кто любит разрушение, те, кто любит смерть, им нравится видеть разрушения, им нравится создавать разрушение, им нравится видеть, как все горит, как все просто рушится. Ну и, конечно же, эти люди, которые очень любят смерть. А что же такое смерть в самом широком смысле этого слова? Это, конечно же, наша с вами история. Люди, которые являются некрофилами, они очень любят говорить о традициях, ценностях, о том, как все правильно. Они начинают апеллировать к трупам, а для них трупы есть высшее восхищение. То есть то, как было в истории, это единственно правильное решение. Для этих людей не существует настоящего, будущего. Для них существует только героическое прошлое. Героическое прошлое, которым они восхищаются. Эрик Фром говорил про клинические. У него одна из работ. Она, мне кажется, я, конечно, не психолог, но для меня, как для философа, эта работа просто концептуальна. Она мне очень нравится. Где он обсуждает Адольфа Гитлера. Вот это прям некрофил, так некрофилом. То есть его, Эрик Фрома, его интересует. А вообще, как понять, что вы некрофил? И вот Эрик Фром пытается разбираться в тех сведениях, которые об Адольфе Гитлере есть, кто он вообще такой, приходит к выводам, если совсем кратко говорить о том, что это был достаточно бездарный юноша, который, в принципе, бомжевал, который умел, что называется, на нынешнем сленге хайповать. Благодаря своему собственному ораторскому искусству, благодаря тому, что он легко запоминал какие-то вещи, но при этом был абсолютно антиэмпатичным. То есть эмпатия ему абсолютно была чужда. Он не мог сопереживать другим людям. То есть некрофилом вообще чуждо любое сопереживание. То есть сопереживание другого, обращение к другому человеку. Им легче доказать, что все то, что было до этого, это более героическое, более великое, это имперское. Вот это вот самое имперское сознание, конечно же, оно очень некрофильское, потому что вот это вот, знаете, такой анонизм на историю, ну вообще-то не очень хорошо. Мы можем подходить к истории вообще с разных точек зрения, но надо понимать, что история это вообще процесс, который, да, фиксируется людьми, но его можно также посчитать, да, действительно там объективно, то есть экономически посмотреть какие-то факторы, посмотреть, что такое эффективность, что такое экономика, как жили люди того или иного периода. Так или иначе, непонятное дело, что не по всей истории это доступно, но вот те части, которые, истории, которые нам доступны, к ним очень прям любят апеллировать, то есть ими прям любят, да, ими восхищаются, ими наслаждаются. То есть вот это вот такая прерогатива того, что мертвые, они как бы, и вот состояние мертвеца, оно давлеет над жизнью, при этом при всем, да, то есть Фром, конечно же, говорил о том, что у Фрейда было понятие эрос и тонатос, да, эрос – это какое-то тоже влечение, любовное влечение, любовь к жизни, к другим людям, вот это вот эротическое. С другой стороны – тонатос, то есть тяга к смерти. Но если для Фрейда это все-таки было, условно говоря, два вектора, которые исходят из одного направления, то для Эриха Фрома, конечно же, биофилия и некрофилия были теми факторами, которые сосредотачивались, ну, полностью противоположно в людях, да, то есть понятное дело, что любому человеку присущ там какой-то гнев, но это на секунду. Понимаете, есть секундное какое-то действительно чувство, гнев, зависть и так далее, мы все люди, мы все разные. А вот некрофил – это тот, кто гневом постоянно питается. То есть это вот такая вот подпитка, разрушить все до основания, восхищаясь историей своей, упиваясь ей, при этом не создавая ничего нового. То есть, ну, понятное дело, что если вы упиваетесь историей, говорите, ой, как это классно, как там было замечательно, как было здорово в предыдущих эпохах, как вот в той эпохе было хорошо, как в этой эпохе было хорошо, вы начинаете себе отказывать в одном – вы начинаете отказывать себе в будущем. И здесь, конечно же, наступает еще один очень интересный момент, что некрофилы очень часто любят иметь, а не быть. Да, то есть это очень разные вещи. Когда мы говорим о том, что кто-то что-то имеет, он чем-то обладает. Вот это вот желание обладать и обладать в том числе другим человеком, волей другого человека, подчинять своей воле другого человека. И не разговаривать с ним, а именно действовать жестко, насилием, пытаться его сломать, разрушить. И я вот так вот постоянно везде слышу какие-то мнения там, значит, мне студенты вот очень, хочу вам пожаловаться тоже, да, потому что периодически там студенты, например, сами же выбирают работу про, да, потому что я преподавил кроме философии еще социологию, и начинают там писать серии там что-нибудь про гендеры, вот говорят, ах, эти чертовы феминистки, да еще бы геев, да, на отдельный остров, да их всех там это расчленить, да, при этом никакой не аргументации нет. То есть вот какая-то такая абсолютная агрессия, ненависть в людях, которых очень много. И у меня такое ощущение, что Гераклит, который говорил о том, что война властвует на самом деле над всем, он очень был прав, да, то есть вот эти вот все пифагорейцы, которые говорили о том, что вот, миром правит любовь, гармония, а Гераклит говорит, что миром правит война, война, которая присутствует везде. И некрофилы это те, кто, условно говоря, в социальном плане позволяют поджигать вот эти вот поленья. Вместо того, чтобы поговорить, вместо того, чтобы выяснить что-то, вместо того, чтобы не обладать другим человеком, да, вот тоже мне постоянно, вижу какие-то попадаются ролики в ТикТоке, там, значит, какой-нибудь молодой юноша сидит, разговаривает с феминисткой, про какой-нибудь вот бодипозитив, и он там ей начинает говорить про то, что ну как же вот вы такие бодипозитивисты, вы же вообще ленитесь, вы же такие вообще, как вас вообще земля носит, вы же такие некрасивые, уродливые фрики, как вы вообще здесь существуете? Ну, позвольте, человек не выбирает собственное тело, собственную физиологию. Более того, у человека есть выбор, ходить или не ходить в спортзал. Это его индивидуальное личное дело. Может быть, он хочет потратиться на что-то другое. И вот эта вот самая биофилия, она как раз связана с тем, чтобы дать другому человеку свободы. Свободы действовать, свобода жить. А при этом некрофилы, да, они же сами себя еще ненавидят. То есть, вот такая вот ненависть, которая обращается к ним же. Ну и, конечно, вот эта вот некрофильская такая история, она, конечно, не может не печалить, потому что, да, когда вот мы видим вот эти вот возвращения к ужасам прошлого, не понимая, что эти ужасы происходили, по каким причинам они происходили, то, конечно, становится, ну, как-то, мягко говоря, не очень по себе. Я думаю, когда Эрик Фром анализировал сущность Адольфа Гитлера, психологическую его составляющую, отсутствие эмпатии, какие-то еще другие вещи, мне кажется, что ему хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Но, к сожалению, амбиции тех или иных лидеров, да, мы постоянно слышим какие-то новости из Талибана, например, да, где происходит, да, из Афганистана, и Талибан запрещенная в Российской Федерации организация действует абсолютно бесчеловечными методами, при этом прикрываясь маской такого, что, ну, мы не будем, да, ничего с женщинами делать, и они просто берут и расстреливают музыкантов, которые делают там уличную музыку. Поэтому вот эти вот вещи, они достаточно трагичны, и некорофилизм в человеке, в человечестве, он достаточно трагичен. А вы подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите, что думаете по этому поводу. Может быть, я не прав, как-то утрирую эти все вещи. Вот, но мне просто захотелось с вами поделиться. До новых встреч, увидимся на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok